Однажды псалмопевец Давид сказал такие слова Благословен Бог, который не отверг от меня молитвы своей и не отвратил от меня милости своей. Слава Богу нашему! Я буду читать Луки 2 главы 40 стих и ниже Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И увидев его, удивились матерь его, сказала ему, Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя. Смотрите, маленькая история во время Иисуса. Когда он еще был младенцем, они собрались и шли в другой город на праздник. И нам Библия показывает, что отец и мать настолько были как-то в общении и не заметили, как они потеряли своего сына. Не знаю, сколько времени прошло, час, два, три, но написано, пройдя дневной путь. Они стали искать между своими, но не нашли его. Как и когда они потеряли своего сына, я не знаю. Но Библия нам показывает, что был такой момент, когда родители потеряли своего сына. Смотрите, проводя параллель нашей жизни с этой историей, как часто мы в своих проблемах, заботах, хлопотах, каких-то своих мыслях, мы теряем общение с живым Богом. Как часто мы идем, не задумываясь, шагая вперед, оставляя сзади Иисуса. Как часто наши мысли забегают наперед, и нам хочется сейчас, сию секунду, сию минуту, и мы идем, шагаем вперед, и не задумываясь, когда мы потеряли близость с живым Богом. Псалом. 33-й Псалом, 4-й стих и ниже. Псалмопевец Давид, величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Смотрите, Псалмопевец Давид, что я взыскал Господа, говорит. Это больше, чем искал, это больше, чем пытался найти, это больше, чем подумал, но он говорит, я взыскал Господа. И проводя ту параллель жизни, хождение Иисуса по земле, мы видим, что, казалось бы, ну момент, и шел, он и шел с нами, и шел с друзьями, и шел с родственниками, но он не должен был потеряться, и в беспечии они обратили внимание, что нет родного сына с ними. Как легко сегодня можно потерять близость с живым Богом. Смотрите, если мы читаем дальше, там написано, сколько дней они искали Его. Сколько дней они пытались найти Его. Три дня они искали, чтобы найти Иисуса, и они нашли Его в храме, который отвечал на вопросы этих священников. На протяжении дня, в течение часа, двух, трех, не знаю, сколько часов они потеряли сына, но три дня им понадобилось, чтобы найти родного сына. Сколько сегодня усилий ты прилагаешь в том, когда ты своими мыслями, своими заботами, хлопотами, проблемами, бизнесом, ты сегодня теряешь близость с живым Богом. Сколько ты уделяешь времени, чтобы найти Его. Где прервалось стонить, сколько ты, или ты, может, сегодня, как родители нашли Его, и подошли к Нему, говорят, Чадо, что ты сделал с нами. С великой скорбью, отец и мать, мы искали тебя. Сегодня с великой скорбью ты ищешь близости с Ним. Когда она разорвалась, с великой скорбью ищешь, чтобы найти твоего общения, или ты сегодня в своих заботах так и остался потом, когда-нибудь. Может, меня сегодня не волнует, может, сегодня меня не трогает, может, сегодня оно не ко мне звучит, может, сегодня оно не стучит в мое сердце, но я потом найду. Как легко и просто они потеряли близость, но как долго они искали своего сына. Как сегодня просто и легко мы можем потерять близость с живым Богом. Как тяжело сегодня найти ту нить, где она прервана, где она разорвалась, где она потерялась. Как сегодня тяжело найти. И потом мы стоим на колени и просим, отец, где это было, где-то оно когда-то говорилось, когда-то оно стучалось, когда-то оно наполнялось, а сегодня нету. А сегодня кто-то виноватый, но не я. Сегодня, как проповедники, не могут поднять. Сегодня проповедники не могут сказать. Нет, сегодня я потерял близость с живым Богом. Сегодня я не могу сойтись. Сегодня это слово, которое говорится, читается с этого места, оно не касается меня. И сегодня каждый человек ищет какую-то проблему, но не в себе. Как легко сегодня потерять близость с живым Богом. И псалмопевец Давид говорит, я взыскал. И Он от всех проблем избавил меня Наш Бог живой, слава Иисусу И Он сегодня стучит в каждое сердце И Он на этом месте, потому что мы призывали Его Святое Имя И Он сегодня смотрит на каждого из нас Где сегодня каждый, проверяя себя, потерял ту близость, ту нить Где сегодня потерял в тех заботах, хлопотах, забежал наперед Где сегодня я оставил того, который должен идти впереди Которого я должен видеть, которого я должен слушать Которого я должен сегодня знать, что Он идет впереди Как сегодня легко и просто теряется эта близость Но как тяжело ее найти И пусть Бог нам поможет, чтобы мы, читая и сравнивая это место из Писания Что как легко родители потеряли сына, но как долго они искали И они с великой скорби, Библия нам говорит, с великой скорби они искали своего родного сына Как сегодня мы ищем ту связь, разорванную нить Как мы сегодня ищем ту близость Пусть каждый себя, проверяя, с великой скорби я ищу С терпением ли я подхожу Сегодня ищу ли я ту близость Или сегодня я по обычаю пришел и пошел, как читалось в стихе Или сегодня та категория людей, которые, чтобы не обидеть Чтобы сегодня слова другого не сказали Чтобы сегодня быть в обществе Чтобы сегодня меня увидели Или сегодня я потерял близость И я пришел сюда, чтобы найти, где я потерял ту близость Где я потерял тот шанс Чтобы он ишел впереди Чтобы он вел впереди Чтобы я видел его, чтобы я слышал его Пусть Бог нам поможет, чтобы каждый из нас Проверяя по слову, где сегодня я потерял Где сегодня И я хочу найти Я сегодня желаю найти И я пришел на это место, потому что я хочу иметь близость с ним Аминь Продолжение следует...